шесть скрытых сигналов которые выдают лжеца первый признак это когда вы общаетесь с человеком вы задаете вопросы человеку и между вашими вопросами и его ответами очень длинные паузы и на первый взгляд кажется ну человек задумывается ярослав что почему сразу лжец согласен что если в каких-то отдельных некоторых ситуациях такие паузы это абсолютно нормально но когда вы общаетесь человеком и видите что это у него происходит регулярно и системно это говорит о том что человек очень сильно задумывается который хочет исказить факты который почему-то не хочет отвечать на вопрос как есть который почему-то в своей голове начинает проворачивать ситуацию да как ему там правильный или выгоднее ответить это один из частых признаков по которому можно определить лжеца второй признак который может выдать лжеца это абстрактное обобщенное общение это когда человек говорит вроде бы с умным лицом и вроде бы на первый взгляд умные вещи но на самом деле если вслушаться если вдуматься никакой конкретики никаких фактов то есть все обо всем обтекаем и обо всем и ни о чем другими словами говорят когда человек льет воду словами занимается пространство но за этими словами никаких фактов никакой конкретики опять же чтобы уйти от некой правды то есть другими словами солгать яркий пример в отношениях это когда мужчина взаимоотношениях женщины что-то девушки обещает что-то он него какие-то обещания не выполняет и постоянно сыпет сыпет насыпает обещание то есть получается мужчины часто используют такой инструмент как обещание чтобы затмить разум женщины получить от нее что-то либо пользоваться ею пока она ждет выполнение его будущих обещаний которые не имеют какого-то конкретного срока и если вам это знакомо прямо сейчас ставьте лайк четвертый признак это когда после общения с этим человеком складывается ощущение что перед вами само совершенство в отношениях частый пример вот вы на свидание приходите с мужчиной и у него все круто да и он хочет как будто бы распустить павлиний хвост рассказать про себя как будто бы продать себя продать свою какую-то классность и он ну прям выпендривается перед женщиной или же когда женщина вот некоторым женщинам кажется что на свидании нужно вот себя продавать оказывать какая умничка что там золотая медаль работа квартиру купила машина перед мужчиной вопрос зачем ну зачем так выпить зачем выпендриваться зачем строить из себя идеальную это лишнее и это привлекает не тех мужчин которые вам нужны и также обнаружите что если вдруг на данном этапе жизни вы уловили себя на том что для вас привлекательны вот эти идеальные мужчины значит что-то в вашем мышлении пока не так потому что они должны вас наоборот отпугивать или вы такой же нарцисс как и он и вы будете два нарцисса который будет конкурировать за внимание к себе либо это тот случай когда женщина является приложением к нарциссу следующий пункт профессиональные лжецы они разбираются в людях они чувствуют людей и понимая ваши потребности считывая их они прекрасно умеют влиять на ваши потребности я сейчас веду речь про такую приятность знаете вот кажется что какое-то гипер обаяние у этого человека это не значит что нужно рубить с плеча и той сразу записывать блокнот что это лжец но точно нужно насторожиться точно нужно понимать что лжецы это профессионалы с точки зрения понимания вас им не сложно найти подход к разным типам личности особенно если вы не очень разбираетесь психологии следующая фишка профессиональных лжецов и кстати это используют пикаперы пикаперов это учат на манипуляционных курсов используют истории storytelling такой стермина рассказывание историй первый вариант игру я крутой бизнесмен у меня большая команда ваша реакция следите ну как-то выпендрешь как-то странно что-то нет реакции на это скорее если скажу а ты знаешь я вспоминаю историю вот мы с тобой общаемся прикольно вспомнил вот сейчас пьем вино итальянское да и вспомнил мы у нас был корпоратив с моей командой в италии да там возил команду всю в италию за классные результаты и мы там встретили енота который гавкал да что ты черт побери такое несешь вот знаете я рассказываю историю про италию енота гавкал но вплел я что то есть все я создал прецедент для додумываний и я себе набил значимость поэтому профессиональные лжецы это делают максимально искусно максимально круто у них уже заготовлены истории у них уже они понимают так мне нужно продать вот эту вот эту и вот эту идею и поэтому у них эти истории уже за учены выучены переучен и перри рассказаны и вот я эти истории просто на ходу сейчас вам рассказывал до экспромтом а у них это все супер заготовлена вот как смотреть это видео правильно пожалуйста не нужно выдирать из контекста и теперь каждому человеку придираться или большего человека анализировать понятно что у всех у нас может быть что-то одно проскакивать но мы сейчас говорим про набор человек который себя хвалит прямо или косвенно он это делает не просто так он это делает не случайно я считаю но в принципе конечно же случайности возможно случае если тебе часто попадаются по жизни вруны балаболы инфантилы или же не до конца честные мужчины или же у тебя пока что не получается строить отношения где есть настоящее искренность открытость честность тогда прямо сейчас под этим видео нажимай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс который называется мужчина честная инструкция по применению без драм и манипуляции где эти и другие темы я раскрываю максимально подробно это то чего ты не прочитаешь ни в одной книжке и вряд ли услышишь даже на платных курсах других психологов